На сегодняшний момент, как пульмонолог с 30-летним стажем, я могу объяснить, что те препараты, которые находятся в отделении, это кладбище. Понимаешь, это была больница Водникова, сейчас они в кладбище Водникова. Потому что те препараты, которые есть в наличии, они не обеспечивают пневмония, не лечится, не цевтриаксона, не хинолонами третьего поколения. Честно и чётко в разговоре с чиновниками врачи больницы Водникова объясняют, медучреждение пока не готово принимать пациентов с диагнозом COVID-19. Проверка сюда нагрянула после публикации резонансного видео, на котором врачи-анестезиологи стали бить тревогу. Дорогие наши коллеги-врачи города Одессы, и не только, вспомните, что мы всё-таки врачи, и мы честно хотим сейчас выполнить свой долг, а не сделать всё, чтобы кого-то, извините, кинуть под танк незащищённых, а остальные будут отстеживаться по углам, не получится, ребята. Потому что вторая волна пойдёт и к вам. И вы думаете, если вы сейчас нас скинули и слили в горздрав, для того, чтобы мы, типа, тут на передовой, ну как это будет? На месте, оказывается, заговорили о проблемах не зря. В больнице действительно не хватает людей и средств защиты. Также оказалось, что больница Водников сможет принять не 300, а в лучшем случае 150 пациентов с коронавирусом. В обл. администрации уверяют, время даст настить медучреждение ещё есть. Аппарати ШВЛ присутні. Засоби захисту на сьогоднішній день я розумію, що недостатньо, но их будет недостатньо завжди. И, соответственно, персонал, мы с ним провели работу. У нас есть определенный кадровый резерв, с которым мы будем говорить, для того, чтобы дооснастить и все-таки укрепить эту лекарню. И на сьогодні есть 12 аппаратов ШВЛ, но мы будем розраховывать, так, на среднюю, на 10. И, соответственно, и важких хворих мы будем доставлять в такие кількости. Чиновники обещают, в ближайшие дни больница Водников получит 600 респираторов и 200 защитных костюмов. Ещё часть медучреждения уже передали представители бизнеса. На этой неделе должны начаться поставки медикаментов. Всего в область должны закупить лекарств на 10 миллионов гривен. Для борьбы с коронавирусом медучреждение будет получать финансирование и от Национальной службы здоровья Украины. Также продумывают стимулы для врачей. Сейчас есть постанова, которая разрешает приимировать людей на 200% к заработной плате. Сегодня депутаты Волсовета говорили о том, что они готовы и с местного бюджета выделять деньги для доплаты к медикам, и с областного бюджета. То есть мы используем методы стимулирования медицинских работников, которые будут работать непосредственно с такой категорией больных, для того, чтобы они чувствовали и денежные вознаграждения, и уверенность в завтрашнем дне, и были защищены. В то же время главврач больницы обещает, наказывать записавших видео медиков не будут. Но информацию, озвученную врачами, считает манипуляцией. Вы знаете, к этой ситуации никто, никогда, всю жизнь готовясь, не будет готов никогда. Мы никогда не были в инфекционной лекарне. Сейчас мы переходим в рамках приказа на этот профиль. Информация, почему информация всплыла и была взбудоражена. В интернете появилась информация, что мы будем принимать 300 коек. И коллектив, понимая, что это нереально, начал задавать вопросы. Несмотря на то, что в больнице состоялось общее собрание, медики на многие вопросы ответы так и не получили. У нас заявлено по всей больнице 150 коек. Это значит, вот этот корпус и вот тот корпус уходят весь под коронавирусный больник. У меня отделение развернуто на 30 коек. У меня точек подвода кислорода 7 из них. Три не работающие. Четыре. Я могу взять на себя четыре пациентки. Посчитайте, какое количество больных, тяжелых и средней тяжести мы можем взять. Мы готовы работать. Никто не прячется, никто не отказывает. Мы готовы оказывать помощь. Но оказывать помощь, а не заявить, что мы оказываем помощь. Все инструкции и руководство к действию мы переводим из иностранных источников. И ссылаясь на 663 приказ, который сегодня или позавчера уже отменен. Сегодня он уже 720 какой-то. То есть я с ним сегодня еще не ознакомилась. Честно, содержание приказа я еще не знаю. Я целый день пытаюсь сесть и почитать его. Это приказы Министерства охраны здоровья, как нам действовать, какие стандарты лечения. Но опять же мы все ждем локальный протокол нашей администрации. Конфликт между главврачом и трудовым коллективом больницы является тревожным сигналом. Своевременная готовность учреждения к оказанию медпомощи больным с коронавирусом остается под угрозой.